День учителя День учителя День учителя День учителя День учителя Как вы считаете, дистанционная мера обучения Это как крайняя мера Все-таки должна использоваться И используется Исключительно в сложных условиях Или за ней будущее Кто начнет? Давайте я начну На мой взгляд, дистанционное обучение – это в данных условиях была вынужденная мера, потому что без нее, понятное дело, было никак. Будущее за ней или нет – это сложный вопрос. Во всем должна быть мера. Все должно быть сбалансировано. Если мы хотим вводить именно эти технологии, то нужно подходить взвешенно. Плюсы, минусы анализировать и уже потом вводить. Но вводить, конечно, необходимо, но постепенно и потихоньку. Иначе мы просто опять провалимся, и результат будет очень-очень слабый в будущем. Потому что мы работаем на будущее, а не на сейчас. Вот, Владимир, вы сказали «провалимся». Лариса, вот был какой-то провал? Чувствовали это? Ну, я думаю, да, провал был. Был он в самом начале, когда мы переходили в апреле на дистанционное обучение, потому что для нас, для учителей, это было нечто новое, неизведанное. Несмотря на то, что многие из нас работали на разных платформах, то есть готовы были и работать, продолжать. А в целом система вот эта вся незнакомая. Незнакомая эта система была для родителей, для детей. И та нагрузка, которую мы получили в самом начале, она, конечно, наверное, самой была такой мощной. Ну и далее провал, он, конечно, выявился, когда мы уже пришли в сентябре. И дети, в принципе, кто-то был очень рад, что пришел в школу, встретился с друзьями. Но кто-то не очень рад, и даже старшеклассники говорили, а нам понравилось на дистанте. Но учителя, я думаю, многие оказались не готовы. Не готовы, да, не готовы. В чем главный минус, по вашему мнению, дистанта? В чем все-таки? Вот именно в этом общении нет общения педагога с учеником или в чем? Вот нет, наверное, эмоционального взаимодействия между детьми, учителем. Потому что, несмотря на то, что у нас классы по 30, по 36 человек, да, но я каждого ребенка вижу по глазам. Я чувствую, наверное, что вот сегодня, пусть этот ребенок где-то до пятерки не дотянул, но я вижу, что он готовился, пусть даже родители помогали. Могу ему поставить, да, даже вот пять, похвалить его где-то. А дистант, ну это знаете, как... Скажет тебе, что ты молодец, скажет только учитель. И только слово «учитель» способно зажечь, повести за собой. А компьютер все равно, болеешь ты, плохо тебе. Но вы же как бы с ними общаетесь через компьютер, вы же все равно видите вроде бы их и глаза. Взгляд, прямое взаимодействие. Энергия, вот самое главное, это энергия от детей и от учителя. Если ее нет, обучения нет. Если она есть, все хорошо. Вот в этом минус, нет энергии, встречных потоков, чтобы мы встречались и душами вместе дальше шли. То есть это все-таки должно быть крайней мерой, да, вот в период пандемии, но ни в коем случае не заменять очное образование. Хорошо. Вот по-вашему вообще в современных условиях роль учителя меняется? Если да, то какой он современный педагог, Владимир? Современный, он знает свой предмет от ада я, причем досконально. Он владеет современной техникой, без этого некуда, интернетом, технологиями, всем-всем-всем он должен владеть, он обязан владеть. Но если он учитель, он в душе чуть-чуть ребенок. Если он перестает быть ребенком, он уже не учитель, он урокодатель. Это другая стезя, это плохо. Вот извините, вот я перебью вас. Для своих ребят кто больше? Друг или какой-то суровый наставник? Иногда так воспринимают учителей. Я деспотичный либерал. Я могу и позволить где-то отступить, немножко пошалить, но и держу и дистанцию с ними, и дистанцию урока, чтобы все шло так, как надо. Надо прежде всего мне и им. Потому что я знаю, что им надо прежде всего на данную минуту. Лариса, а вы друг или все-таки? Вот знаете, с одной стороны, да, мы должны быть другом, мы должны быть партнером, наверное, больше с детьми. Чем старше дети, тем больше нужно с ними контактировать. Да и с маленькими. Но маленькие им нужна любовь, ласка, внимание. А взрослым нужен, наверное, уже совет. Начиная с девятого класса, хочется уже на равных с детьми быть. Общаться. Общаться, да, контактировать, что-то советовать, что-то у них спрашивать в тех же новейших технологиях. И когда ребенок чувствует, что учитель обращается к нему за каким-то советом, точно так же, как они к нам обращаются, сразу какое-то взаимодействие, какая-то теплота. Ну, идем друг к другу навстречу. И это уже отражается даже на взаимоотношениях в дальнейшем с родителями, потому что дети, приходя домой, они передают ту информацию, которую они получили именно в школе. И вот, кстати, про дистанционное образование. Нет этого контакта между школой, родителями и детьми. Такого контакта, который, так скажем, давал бы положительный эффект. Да, потому что дистанционное, по-моему, привело исключительно к отрицательным эмоциям, но, по крайней мере, в большей части у родителей, я так понимаю. Почему? Потому что нет того самого места общения, живого общения. Нет школы и нет обучения. Есть интернет, но как такового образования, к сожалению, в нем нет. Дистанционное превратилось в машину. И мы как машина уже. А сложно ли вообще находить общий язык с современными детьми, Владимир? Я сам был школьником 10 лет назад, в 11 классе учился, это было 10 лет назад. Ну, вот сейчас другое поколение. Вот первоклассник, современных 11-классников я вел за руку в первый класс, по своей сути, мои сверстники. И я их понимаю, здесь я сам еще довольно-таки молодой человек, я их прекрасно понимаю. Но чем младше, тем сложнее все-таки найти с ними какой-то точки сближения. Со старшими, да, проще, мы уже взрослые люди, мы все прекрасно понимаем. Младшим нужно немножко по-другому преподносить, преподавать и немножко проще на них смотреть. Они любят сидеть в телефонах, это не секрет. Можно это использовать, нужно это использовать. И стараемся, практикуем, пытаемся их завлечь хотя бы через то, где они живут. Через интернет. Вот в этом нужно в плане работать. То есть их чем можно сейчас заинтересовать современных детей? И интернетом раз, и отсутствием интернета два. Как отсутствием заинтересовать? Очень просто. Они не видят того, что видели мы. И я однажды в пятом классе показал диафильм на истории древнего мира. Глаза по пять рублей, удивление, что это такое, как этим пользоваться. И все заинтересовало, и пошло дальше совершенно спокойно. Поэтому то, чего они не видели, это им интересно. Вот этим нужно брать, на мой взгляд. Вот почему в свое время, Лариса, ну только коротко, вы выбрали педагогическую профессию. Вот, ну ведь не самая вроде бы такая благодарная в плане и дети бывают недовольны, и родители бывают недовольны, и зарплата-то не сильно большая. Ну я никогда про это не думала. И прежде всего, ну наверное, я всегда с детства хотела стать учителем. Играла в детство. Да, с детства учителем. Я, правда, не знала, какого именно предмета, потому что у меня мама учитель, и причем она учитель начальных классов. Класса за династия. Да, династия своеобразная, и много родственников, которые также являются учителями. Ну вот, наверное, я видела с детства школу, ту работу, которую выполняла мама, мне это нравилось. Мне нравилось учить детей, но вначале это были куклы, кошки. А далее, ну как бы я не представляла, наверное, другой профессии. И когда я начинала учиться в УЗИ, то я не предполагала, что ценность моей профессии так упадет. И о цене вопроса никогда не задумывались. Может быть, мы так воспитаны были? Потому что я как раз коснулась того распада Советского Союза, да, произошел, ну вот мое детство завершилось на этом. Понятно. Владимир, ну вы тот человек молодой и недавно работаете в школе. Не пожалели ни разу, что пошли педагогом? Ни разу не пожалел. Хотя стал я случайно учителем, потому что пресловутая ЕГЭ, я уже его застал, и я поступил туда, куда мне хватило баллов. Это правда, я этого не скрываю. Но попав в педвуз, я влюбился в профессию, влюбился в детей, когда пришел на первую практику, и понял, что все, я отсюда уже не уйду. Владимир, ну вот мужчина-учитель. Мне кажется, я читала сегодня в интернете о том, что на 10 женщин приходится один мужчина в школе. Почему так? Из-за зарплаты или как? Мужчина-кормилец. Он должен, конечно, зарабатывать. Идя в школу, мужчина – это герой по своей сути. Потому что их мало. Они, тем более в современной России, отцов-то в семьях уже становится очень-очень мало. И практически приходится заменять многим отцов, даже иногда и матерей, потому что где-то нужно понять, даже девчонок нужно понимать, и их особенности развития, они же по-другому развиваются, чем мальчики. С мальчиками проще, конечно, с девочками нужно найти подход, взгляд особый, как-то их немножко приласкать, чтобы она расцвела, как женщина. Ведь по мнению психологов, женщины выбирают себе в мужей мужчин, похожих на их отцов, а если отца нет, то есть учитель. Похожих на учителя, то есть вы воспитываете своих, так, девушек, да? Я поняла. Профессия педагога, мы уже сказали, не самая оплачиваемая, но в этом году за классное руководство, знаю, стали доплачивать по 5 тысяч рублей. У вас есть у обоих классное руководство? Вот скажите, пожалуйста, вот достаточно ли такой суммы, по-вашему, за труд классного руководителя? Лариса. Вот знаете, сравнивая то, когда нам не выплачивали такую сумму, то, наверное, достаточно, мы как бы понимаем, что это... Но вы обрадовались? То есть вы уже получили вообще эти деньги? Я как бы еще так... Думаю, нам еще не выдали эти деньги, да? Должны. Да, должны, наверное, накануне праздника. Ну, я как бы довольна, да. Я понимаю, что чем больше цена за классное руководство, тем больше, наверное, нас будут еще и требовать. Мы же все достаточно грамотные, просвещенные в этом плане. Но 5 тысяч, это, по крайней мере, что-то. Это мотивация. Это мотивация, да, прежде всего. Потому что с детьми работать невероятно трудно, а когда работа уже и оплачивается с детьми, причем не только за уроки, но и за классное руководство, причем оплачивается существенно, это мотивирует этого. Говорят, можно даже 2 класса за 2 класса получить. Вот 2 класса готовы взять? Нет. Тяжело, да? У меня было 2 класса, буквально 2 года назад я выпустила. Это очень сложно, я бы не хотела... Никому не посоветовала даже за определенные деньги. Даже за 5 тысяч. Я считаю, что 5 тысяч за такую работу. Недаром некоторые говорят, что классный руководитель все-таки должен, наверное, быть даже не столько учителем, сколько освобожденным человеком, который действительно... Отдельно от своего предмета. Отдельно от своего предмета, да. Потому что очень большая нагрузка. Владимир, вот вы победитель всероссийского конкурса «Учебные материалы для школы будущего». Вот какими такими материалами вы заслужили победу, и какими должны быть вообще учебные материалы школы будущего? Ну, на конкурс я посылал материалы, связанные с нашествием Чингисхана и Батыя на Русь. И у меня там была и география, у меня там была и математика, у меня там была и музыка, и искусство, и история. Все это в комбинации. Любой материал должен быть метапредметен, применим на любом уроке, абсолютно. Не важно, какой это предмет, главное, что фрагменты, частички можно вставить в абсолютно любое занятие. И это, видимо, покорило конкурсное жюри, где были победители и учителя года России, и эксперты из МГУ, и из других университетов. И, видимо, это покорило и засыпало. То есть материалы школы будущего – это синтез всех предметов, получается? Всех предметов, да. Это и правильно, и должно быть, потому что знание, в принципе, метапредметное. Нет знания отдельной истории, знания отдельной географии, математики. Нужно все это вкупе взаимодействовать, и только тогда мы достигнем правильных, нужных эффектов и войдем в десятку стран по качеству образования. Ларис, вот я тоже знаю, что вы недавно с ребятами одержали победу. На Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности сложно ли было победить? Ну да, сложно, потому что очень сильные команды, и тот путь, который мы прошли, начиная с февраля, ну а подготовка даже раньше, конечно, достаточно сложно. Достаточно было, ну так скажем, когда мы не получили ту долгожданную путевку, заслуженную путевку в Орленок в силу того, что закрыли выезд в другие регионы, и заново детей поднимать, вдохновлять их и давать советы, что, ребята, вам это пригодится, вы одиннадцатый, вы десятый класс, давайте, давайте. Хотя можно было бросить, махнуть рукой, да, так вот. Поэтому такие сложности возникали. Сложно в каком плане? В том плане, что нужно было готовиться и держать себя как бы постоянно в форме, целенаправленно готовиться именно к чемпионату. Это очень много было заданий, и от одного этапа, от муниципального к региональному, и уже всероссийский, количество задач и количество тех заданий коммуникативного тура увеличивалось. Конечно, здесь приходилось ночью не спать, но того стоило. И те яркие взгляды детей, когда они все-таки получили этот кубок, и, наверное, кубку радовалась больше даже я, чем дети, такой огромный, такой, так скажем, заслуженный трудом. А в Орленок-то поедете в итоге? Нет, в Орленок не поедем, да, это точно, потому что всё. Поняла. Подходит к концу наше интервью, к сожалению, очень быстро время пролетело. С каким настроением вот вы оба подходите в этом году к профессиональному празднику, ко Дню Учителя? О чём вы мечтаете, чтобы вот хотелось оставить в прошлом уже на данный момент? Надеждой. С одеждой на лучшее, потому что без надежды профессия мертва. Надеждой на лучшее, что под этим? Мы надеемся на детей, мы надеемся на государство, мы надеемся на директора, которого мы любим безумно, своего каждого. Надеетесь каким образом? Что всё у нас будет хорошо. Мы верим и надеемся в лучшее. Для вас это самое главное. Надеждой мы живём. А сейчас как бы всё плохо? Сейчас всё хорошо, но должно быть ещё лучше. Лариса. А я хочу, чтобы все были всё-таки здоровые, наши коллеги, учителя, которые работают и со мной в школе, и в других школах. А думаю, у Владимира тоже самое. Чтобы все люди и все детки, которые сейчас болеют, всё-таки всё у нас наладилось. Вот в это хочется. И чтобы мы действительно жили той полноценной яркой жизнью, когда у нас в школе столько мероприятий было. Порой мы, конечно, ворчали, что мы уже устали от этой воспитательной работы. Но вот её сейчас не хватает. Хочется снова и битву хоров, да, и какие-то ещё, может быть, конкурсы такие. Но чтобы школа была шумным организмом, к которому мы привыкли. Да, мы просто пришли, как машины мы, да, как роботы, отработали всё это в темпе, побегали по школе, да. А хочется чего-то той живости, активности, которая бы придавала, вот, не знаю, дух какой-то. Чтобы вернулся, наконец-то, школьный дух. Ну, я вас поздравляю ещё раз с наступающим Днём Учителя и ваших коллег тоже. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо большое. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с Владимиром Короновым, учителем истории средней школы номер 53, и Ларисой Колтковой, учителем географии школы номер 132. Продолжение следует...